Друзья, можно встретить цветущее растение с ярко-фиолетовыми цветками. Мало кто знает, но это растение называется яснотка пурпурная или глухая крапива. Вот-вот зацветет яблоня. Цветы будут розовые. Представляю эту красоту. И цвета много, похоже, будет. Но так прилично. А на улечке сегодня прохладненько. Ветерок прохладный. Мы вчера вычитали новость. В Днепропетровской области заметили такую ситуацию с абрикосами. Листьев нет на абрикосе. На абрикосах они отцвели и все. И листьев нет. Болеют чем-то. Но там все-таки листики показываются, проклевываются какие-то. Но их мало, и они какого-то цвета. Рыжего. Ну, может, очухается. Может, отойдет. Дожди идут влажно. Вот это ветрище. Утренний обход. Надо сегодня одуванчиком нарвать. Хочу варенье сварить. Только я хочу прям с самими одуванчиками сварить. С самими цветками. Из чайной же розы варят варенье. Лепестки ж не выбрасывают. Тобичек, привет. Привет, Тобик. Да, смотрите, какие жирные толстые одуванчики. Так, надо быстренько завтракать. И бегом одуванчики собирать. Быстрее, быстрее. Боже, какие они жирные. И пойму, это что же получается яснотка. Пурпурная, только фиолетовая. А цветочки точно такие. Красота. И прям во дворе. Экологически чистом. Задание нарвать одуванчиков. Экологически чистом. Экологически чистом. ПовезiodOOD. Экологически… Экологически зашел. Скорость свой, писать. Поόз motives. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...